Ну что, народ, у нас утро до острова осталось 12 миль. Ночь была такая, честно говоря, тяжелая, потому что, ну, вроде как бы и условия такие, ну, красненькая, ну, конечно, но не прямо фатально красненькая. Можно было бы, конечно, где-то ждать желтенького и идти, но это слишком долго, слишком сложно. Мы решили выйти так, проблема в такой погоде, что чуть-чуть волны идут сбоку, при этом появляется такая неприятная боковая качка, особенно ночью, когда ты вроде хочется отдыхать, и тебя вот это вот болтает резко, и волны очень острые. Ну, короче, вот так вот мы дошли, иногда будет прийти, да, надеюсь, получится там пару часиков отдохнуть. Вы когда-нибудь мечтали о поисках сокровищ? Я думаю, да, потому что каждый человек, кто в душе романтики читал исторические книги, знает, что такое пираты и что такое пиратские сокровища. Так вот, Сергей и Ксюша занимаются именно этим. Они ищут сокровища, затонувшие корабли и очень много всего интересного, что может находиться под водой. Ребята находятся сейчас в Испании и готовят свою лодку, а лодка у них очень интересная, Amel 54. Готовят эту лодку в Трансатлантике и дальше будут искать сокровища в Карибском бассейне. Это даже звучит круто. И, естественно, о своих удачах и неудачах все это выкладывается на YouTube. И, кстати говоря, этот контент уникальный, никто не делает и не показывает это на YouTube. И это не просто так поиски сокровищ, так как ребят консультируют историки, документалисты и исследователи. То есть под собой имеют вполне научный подход. Поэтому подписываемся на канал, ссылочка будет, естественно, в описании. И обязательно проверьте колокольчик, потому что такой контент пропустить нельзя. Подписывайтесь на наш канал и добро пожаловать на борт. Ссылка в описании. Макатея – это самый дальний остров архипелага Туамоту. Принадлежит к комьюнити де Рангероа. Для того, чтобы попасть на Макатею, необходимо сначала стоять и прилететь на Рангероа, а далее нанять какой-то ферри-бот или пауэр-бот для того, чтобы добраться сюда, на Макатею. Потому что никаких других возможностей, таких как самолет, здесь нет. И никаким образом добраться по-другому, как нанять лодку, сюда возможностей нет. Макатея – это приподнятый АТОЛ. Что это такое, мы вам расскажем сегодня в нашем видео. И здесь с начала прошлого века до середины 60-х годов прошлого века проводилось огромное количество технических работ по добыче фосфатов. На протяжении полувека добывали этот химический элемент. И про это мы вам также сегодня в нашем выпуске расскажем. Ну все, мы встали. Короче, вот так вот это здесь все выглядит. Буй. Муринг. Здесь три буя. Посмотрите, как мы близко стоим к берегу. Здесь глубина под нами около 70 метров. Поэтому, ну вот такая вот история. Ужасная на самом деле. И больше скажу, что мы заехали прямо перед носом вот у этих ребят с красным тентом. Сейчас они будут думать, как дальше им встать. Потому что буял всего три. Буял всего три. И этот самый стрёмный, на который мы встали, потому что он очень близко к берегу. Но поживем увидим. Да нормально все будет. Ну мне стрёмно, потому что посмотри, как мы близко. Мы близко, но не очень. До начала пандемии ковид начались работы по улучшению инфраструктуры порта. Были сделаны несколько пирсов и установлены несколько буев. Но так как началась пандемия, все работы были прекращены. Но в планах есть увеличение глубины входа в эту небольшую бухточку. И установка десяти буев гостевых для того, чтобы люди на лодках могли приезжать в гости и путешествовать по острову. Переговоры по возобновлению работ над этим небольшим портом ведутся в данный момент и ведут к тому, что инфраструктура данного острова будет улучшаться. Куда ты нас ведешь? Едем на берег. Смотри, губина. Ой, прям кораллы. Только катамараном такое под силу. Можно установиться. Какая тут инфраструктура от старого порта? 60-е годы. Ну вот это, наверное, новый. А, это Слип, смотрю. Я думаю, нам туда не надо. Здесь можно посмотреть, что было улучшено на берегу. То есть были сделаны какие-то работы по реновации портовой инфраструктуры. Улучшены несколько пирсов. Сделан Слип-вей для спуска лодок с трейлеров в хорошую погоду. Сделали небольшую декорацию для людей, которые приезжают сюда на Макатею. Сделано здание порта. Также оставили остатки от heavy machinery, то есть от механизмов, которые здесь работали ранее. Сделали такую импровизированную выставку каких-то старых винтов, там пушек, найденных на дне и так далее. Также немножко улучшена инфраструктура. Сделали столики и сидушки для того, чтобы вы не могли сидеть, ждать, допустим, какую-то лодку в будущем. Либо просто выйти как на пикник и посмотреть на то, что происходит в порту. Если отойти немного в сторону, это ранее была также часть порта. Но в данный момент это просто уже природа, потому что все было заброшено. Великолепные скалы и вокруг этих скал деревья. Причем не только тропические деревья, которые присущи этому региону, а еще и хвойные, что дает этот небольшой хвойный запах. И в принципе красиво. Ну и естественно эти великолепные горы, которые окружают и защищают этот маленький, условно говоря, порт. Который находится достаточно вдалеке от самой деревни, которая находится сверху на плато. По мне, ну очень красиво. Здесь, конечно, эти скалы и этот невероятный остров. Просто шикарно. Идем в город искать людей. Пока мы поднимались наверх, вдоль дороги были видны остатки каких-то больших коммерческих сооружений. Остатки каких-то станков, рельсы, электрические бывшие столбы, какие-то здания. Сразу видно, что здесь была какая-то большая активная коммерческая деятельность. Когда мы уже прошли практически наверх плато, мы встретили ребят на пикапе, которые сказали, что нас подвезут в деревню. По расстоянию туда несколько километров. В принципе, мы могли бы туда пройти пешком, но это достаточно далековато. Сразу бросается в глаза, что это все-таки Френчо Тремер, потому что даже на таком маленьком забытом острове стоят знаки ограничений скорости. И дорога такая прямо на одну машину, на одну колею выложена бетоном. Но, тем не менее, это дорога, по которой можно ездить. Ну и везде все, что связано с муниципалитетом, подписано. И люди живут, развиваются, строят какие-то дома. На данный момент в деревне живет 114 человек. То есть это все потомки тех, которые жили здесь. И очень небольшое количество людей, которые приехали сюда с других островов. Естественно, на острове все знают друг друга. Такая структура, наверное, похожа на коммуну, когда все помогают друг другу. Если кто-то ловит рыбу, то он ловит рыбу для тех, кому она нужна. Если кто-то умеет что-то еще, он делает это для тех, кому этот сервис также нужен. Ну что, ты довольна? Смотри, мы нашли ханикен, мы нашли все, что нам надо, полную сумку. Завтра приедет провиженинг, гремучный джек. И завтра мы поедем на экскурсию по острову. Все будем смотреть. Все смотреть будем. Смотри, какая вагонетка великолепная. Восстановлен. А еще здесь очень милые знаки, которые показывают на местные достопримечательности. Наверное, рисовали дети. И очень какие-то знаки непонятные с котиками и собачками. Боже. Вью великолепик. Магнитник. Макатея ранее был атолл. То есть, это был остров, который находился на уровне с водой. Но 60 миллионов лет назад было извержение вулкана, которое повлекло за собой тектонические изменения. И плита, на которой находится остров Макатея, вылезла вверх. Поэтому это называется приподнятый атолл. На другой стороне весов, на другой стороне тектонической плиты находился другой атолл, который находится рядом с островом Таити. Это отель, который принадлежит Мерлону Брандо. То есть, в этот момент данный атолл тонул вниз. Поэтому получается, Макатея это атолл, который поднялся вверх. А остров Брандо опустился вниз. За 60 миллионов лет остров Макатея поднимался вверх около 7 раз. Поэтому на данный момент это считается одним из самых высоких поднятых атоллов в мире. Обычно высота поднятого атолла от 30 до максимум 60 метров. И то, что вы видите гору, то есть то, что вы видите плато, это то, что ранее было лагуной внутри острова. Поэтому, когда вы находитесь сверху на плато, то вы можете видеть, что все на плато состоит из кораллов. И то, что поднялось наверх за счет действия вулкана. Макатея это высоко. Это геология специфика. Это геология специфика. Я сказал, что Макатея была в школе. Потому что первая работа, первая служба для работников, было установлено в Макатея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это натуральное удобрение Эти удобрения используются в агропромышленности и также фосфаты используются в фармасе, также в различной химии и в атомной индустрии, также стиральные порошки. Добыча фосфатов началась в 1906 году и закончилась в 1966 году, то есть 60 лет проходила добыча фосфатов. В самом начале здесь работали люди только с Европы и работали они здесь до Второй мировой войны, потому что все страны хотели своих жителей, чтобы они вернулись обратно. Именно поэтому полинезийцы приехали сюда работать вместо европейцев, которые отсюда уехали. Поэтому во время Второй мировой войны, в самом начале, когда начали работать полинезийцы, здесь работало 360 местных жителей. И они работали на добыче ископаемых. Большинство полинезийцев из Австралии, из Бора-Бора и Таити. Смешно то, что ни один человек с островов Туамоту не работал на добыче фосфатов. Как говорит история, что жители Туамоту ленивые. Но ответ нет, потому что эта работа была настолько прибыльной, Поэтому они предлагали эту работу своим родственникам. И здесь работали только друзья, родственники и такое большое комьюнити знакомых людей. Но это не потому, что жители Туамоту ленивые. В какой-то момент Шарль Деголь, который был президентом Франции, приехал на Таити и сказал, что у меня для вас хорошая новость. Наше будущее это атомная индустрия. Вот так на Макате прекратилась добыча фосфатов. Это произошло 6 сентября 1966 года. Поэтому нам нужны все работники, которые работают здесь на добыче фосфатов, для совершенно другой деятельности, для добычи чего-то другого. Это была основная причина. И там, в доме, 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 в доме. И вот они побilde, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. И когда они начинают строить, из информации, что Генерал Дегорд сказал, они работают первым на земле. Обычно, когда они начинают строить, это около 100 метров. Они имеют специальный дат, который был 6 сентября. Все должно быть закрыт. Они всегда работают на день и на день. Потому что проект должен достигнуть определенный момент. Так что, когда они строят большую структуру, это очень тяжело для них, чтобы достичь до того, как они хотят. Так что они строили, что мы называем Сотраэлл. Сотраэлл приходит сюда, берет фосфор, и идет на структуру. И потом, у нас есть телескопический арм. и я scriл. Сотраэлл идет из основных рамов. И они строят, которые используют, иулируют до 300 метров до к непречида. И на эта структура работает до 100 метров. И на этой структуре можно стоять до 300 метров. Так что это означает, насколько важна эта специальная дата, которую мы называем Министерство Дефонс, и компанией ставили специальную дату. Они не позволяли им знать, пока два месяца назад. Три месяца назад. Так как только они сказали, что на следующий месяц, мы остановимся. Мы не можем найти Министерство. Эти люди, как вы говорите, а это название в франции, «зомби». Да. Они следили за компанией, потому что компанией отправили еще один исследователь, в Нью-Аль-Зебриде, который находится в Вануату. Они пытались найти другую мину, который был в Манганезе. Но они обнаружили, что это не так хорошо, поэтому они просто остановили компанией. Они просто остановили компанией. Так что все Поренчянские люди, которые были в Вану, продолжали до Нью-Каледония, в Нью-Каледонии. Это еще одно минуло. В Нью-Аль-Зебриде было три или четыре крупных компанией. В Нью-Аль-Зебриде только 28 людей не хотели уйти, они все владельцы. Они сказали, что они не знают, что они стояли на нашем сайте. И все эти люди, это родители, которые вы сейчас имеете в виду. Это родители. Это родители, 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 не хотели уйти на сайте. И с другой день Макатер, который был в основном для техники, для всех, Макатер. Макатер получил корабль на сайте из Техии once every six months. А в современное время все происходит немного по-другому. Корабль провиженинга приходит раз в неделю. С ним можно что-то закупить себе дополнительное и передать. Если у кого-то что-то случается со здоровьем, то есть бесплатный сервис. Вертолетом прилетают за этим человеком и везут на Таити по договоренности и по рекомендации местного врача. Единственное, что осталось неизменным, это то, что копра все еще основная статья дохода производства копры. В остальном, если есть большое желание, то всегда можно попасть на остров с острова Рангероа. Очень часто фишермены и просто обладатели лодок везут людей. Это было очень красиво для людей которые решили оставаться. Маккартея есть много вещей для них брызг, 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 все эти вещи. Но они просто закрывали с открытым жизнью. вели. Один управляющий корабль каждый 6 месяцев. Это невероятно. Как они сказали в Туамоту, «Амазин». «Амазин»! «Амазин»! В Нью-Зеландии они приходят прямо здесь и вот они привезли к хору кушку. И в округе они собирают крупную магазин. Здесь есть магазины и они продают все мясо. Это мясо. мясо. На Внутри у нас есть обычный овен для драмы. Баккери. Да, это замечательно, чтобы сделать фотографию. чтобы вы понимали как выглядит фосфаты это вот такой вот желтый песок причем что интересно если на него посмотреть вблизи то каждая гранула это маленький шарик именно вот такие вот маленькие шарики добывали абсолютно брутальным способом просто лопатой выкапывали посреди камней то есть так как эти фосфаты этот песок находится между кораллами между камнями то их просто выкапывали рабочие насыпали ведра тележки и поняли и свозили через элеватор и собственно и загружали уже непосредственно в корабли и далее их уже перевозили в новую зеландию в австралию в японию где использовали каждый по своему назначению кто добывал химические элементы кто просто использовал как почву в результате вот этих вот действий в результате 60 лет добычи фосфатов практически огромная часть острова испещрена вот такими вот ямами которые в глубину бывают ну реально очень большими там до 30 метров и если посмотреть вот так вот на всю географию острова то 1200 гектар было использовано для добычи фосфатов то есть весь остров испещен такими большими ритвинами и на этой территории уже скорее всего ничего не вырастет кроме какой-то небольшой растительности кустарников может быть даже маленьких деревьев а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да и вообще в принципе атолл на всех Туамоту, где присутствует пресная вода и она находится в скалах вот в таких вот глубоких пещерах. В эти пещеры, естественно, можно залезть, посмотреть и в нашем случае даже себе замечательно искупаться. Для того, чтобы туда спуститься, нужно, чтобы у вас был какой-то свет, фонарик и, собственно, купальные принадлежности, потому что внутри будет небольшой водоем. Если честно, то залазить в такую воду было достаточно страшно, потому что, во-первых, темно, во-вторых, это пещера и все время кажется, что здесь что-то страшное может жить под водой. Но на самом деле вода настолько спокойная, настолько прозрачная, что ты даже не понимаешь, что ты находишься в воде. Видите, у меня мокрые ноги, а все произошло очень просто. Вот здесь вот настолько ровная вода, что ее я не заметил. И ты просто идешь, идешь, идешь по камушкам, потом просто наступаешь, а там воды по колено. Ну, я как-то тоже наступлю. По-моему, я искупаюсь. Здесь очень классно. Посиди-ка. Такая ноги ничего не дает. Ты не будешь купаться? Нет. Почему? Не хочу. Вот, ножки помочила, мне хватит. Только температура, которая холодная, эта вода достаточно прохладная, она тебе говорит о том, что ты находишься в каком-то водоеме. Потому что даже если открыть под водой глаза, то вы видите все совершенно спокойно, как будто вы находитесь на воздухе. Вот такая вот здесь уникальная особенность в этих пещерах с пресной водой. Но достаточно страшно, скажу так. После того, как я искупался в этом водоеме, пришло время для того, чтобы вылазить на белый свет. И у нас было минут 10, пока Жулиан приедет и заберет нас отсюда. И пока у нас было свободное время, мы нашли кокосового краба. Не зря мы его вам показываем, потому что у нас есть сегодня планы на ужин именно вот таких вот ребят. Но этот маленький, они обычно вырастают большими. И это самые большие крабы на этой планете. Они бывают до 80 сантиметров в размере. И когда такая штука огромная сидит где-нибудь на дереве, это реально впечатляет. Но в данном случае мы встретили небольшого, который позаимствовал какую-то раковину. И, собственно, ходит здесь вокруг вот такой вот красивый краб. Сидел рядом с нами и ждал, пока нас заберут. Нравится тебе тут? Неплохо. На пляже больше нравится, как ты плыкаешь. Красивый пляж с этой стороны. Такой, как из фильмов. И белый песок, и бухта полу-полу-полу. А это производство копры. Копра – это внутренность кокоса. Вот эта вот белая стружка, которую вы можете купить в супермаркете, это и есть копра. Она бывает разных сортов. Самое качественное – это когда старые кокосы разрубают и сушат в тени. Макатеа – это не полинейский название. Это специфический название. Это означает «бленький цвет». Макатеа – это אומר santу. Когда мы говорим о Макатеа, мы говорим о съемочках. Как я говорю, что они хотели 재밌 destruить. Но мне кажется, что я просто получил. Нет cinema. У нас была 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 война. Были на них. Нет cinema. Макатэ, для меня, это просто цивилизация. 3,000 человек, 11 миллионов тонн фосфат, 60 лет в индустрии, электричество для всех. Но сейчас все это не было. Это просто цивилизация. Но в мифологии, в культуре, Макатэ тоже было два названия. Макатэ, это означает «лайки от ориста, как солнце». Сен-сет круиз. Это было время Макатэа было в атор. Это было время Макатэа, «лайки от ориста». И второе название, лет назад, было Папатэа. Это «лайки от ориста». Это мы используем сейчас. Мы живем на «лайки от ориста». Когда у нас происходили, когда Макатэа был вверх, это было Папатэа, «лайки от ориста». Режем из культуры это «лайки от ориста». Все люди, которые были в ориста, мы называли это «секретий от ориста». Это были «лайки от ориста». Мы называли «лайки от ориста». «лайки от ориста». «лайки от ориста». Это почему Макатэа как маленькая принцесса, но она — «лайки от ориста». Если вы планируете 7 часа, вы планируете 10 часа, вы планируете 10 часа, вместо 7 часа. Это всегда, как говорится, «лайки от ориста». «Макатэа» всегда есть «лайки от ориста». До сегодня, это же самое. Да. Да. мы живем на острове «лайки от ориста». Макатэа. Чущей школы уникальные ученые, старые школы. У них их и университет, Да, где-то здесь. Это небольшая лоя, где они используют, чтобы люди начали «лайки от ориста» После того, как на протяжении 60 лет Макатэа была, можно сказать, столицей французской Полинезии, и после того, как вся промышленность на этом острове была уничтожена люди макатеи начали думать как развивать свой остров и было принято решение что самым оптимальным способом будет являться экотуризм и одно из направлений которая сейчас самым активным образом развивается это скалолазание причем на самых разных уровнях сюда приезжает огромное количество профессиональных скалолазов которые делают свои трассы популяризируют данный вид отдыха и данный вид спорта и сюда приезжал red bull и делал несколько своих трасс для скалолазания поэтому те кто хочет какого-нибудь интертеймента в таких отдаленных местах которых на карте в принципе и найти тяжело и добраться тяжело но когда сюда попадаешь ты оказываешься в совершенно другом мире который может дать вам огромное количество разных эмоций которые вы не можете получить просто так в туристических местах куда вы приезжаете для отдыха обычным способом скалы на макатеи не являются острыми поэтому люди которые занимаются скалолазанием не дерут себе руки-ноги потому что камень он достаточно мягкий плюс огромное количество пещер и великолепный вид на океан это то что у вас будет встречать на острове макатея как у вас будет встречать на острове макатея у вас будет встречать на острове макатея я наоборот чтобы личность а эту порту она на фоне в не но ФЕД. В предыдущем, я использовал две большие генераторы. И я использовал 200 литров газоль, по месяцу, 24 часа. Я использовал 4000 литров, по месяцу. Оно 10 генераторы. Да, по всей городе. После того, как мы установили генераторы, я использовал две генераторы. Я имею в виду три генераторы. Один в теке, в генераторе, и два на стороне. У вас большие генераторы? Да, большие генераторы. Этот генератор с 300 генераторов, но мы используем только половина часть. Потому что это достаточно много. Мы не используем третья часть. В центре. Несколько людей работают каждый день на электронную машину. Да, поэтому мы используем только 50% для проекта. Но еще 50% для проекта. Если на сегодняшний день, люди приходят и начнут строить, то мы можем использовать бенераторы, чтобы установить вторую часть. И для этого, для следующего месяца, мы установим два ряда, и на 100%. И на 100%. Экологическую позицию. 100%. Для этого, мы на 85%. 25%. Деревня Маому находится в нескольких километрах от порта. Т.е. нужно по дороге проехать в центр острова. Давайте я вам покажу, какое вкуснятины нас сегодня будут кормить. Эйота. Эйота. Сашими. Это кокосовый хлеб. Это кокосовый краб. Коконат краб. Коконат краб. Кавей. Кавей. Что это? Это таро. Что это таро? Таро. Как, как, маньок. А, окей. Это, как маньок. Да. Ага, ага. А что это? Рис. И соусы. Ну что ж. Очень вкусно. Вот. Тут ко всему свой соус. Но тут у меня самое красивое, это смотри. Клешняка коконат краба. Это тот, с которым ты играла? Ну, это его братулечка. Сейчас попробую. Очень вкусный, кстати. Кстати, это не севиче. Это какой-то белый молочный соус. И помидоры, и огурцы. Очень странный на вкус. Просто, ну, рыба, такой салат с свежей рыбой. Поэтому это, то что я говорил о севиче, это неправильно. Это просто какой-то вот такой свежий-свежий салат. Но это очень вкусно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну что, народ, вот вы познакомились с этим великолепным островком. Островком, на который практически невозможно добраться, если вы не пришли сюда, так как мы лодкой. А сейчас у нас, как вы видите, утро, и пришло время сбрасывать муринг и идти дальше на Тейди. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайк, колокольчик, пишем коммент. Ну, а мы отчаливаем. До встречи в следующем выпуске. Пока. Всё, идти на тебя. Да всё, всё, всё. Давай, там чикатишь. Всё. Каждый? Субтитры создавал DimaTorzok